Здравствуйте! С вами Ирина Бондарь. В данном видеоуроке мы научимся создавать страницы. В WordPress статьи можно условно разделить на два типа. Первый тип статей – это записи. Мы с вами создавали записи на прошлом уроке. В консоли записи вы можете создавать тематические статьи, которые принадлежат к одной или более рубрикам, подключаются в новостную ленту и являются основным двигателем блога. Второй тип статей – это страницы. Создаются в разделе «Страницы». Это статические статьи, которые несут информационный характер и не относятся к рубрикам. Они существуют сами по себе и, как правило, не подключаются в новостную ленту. Давайте зайдем в консоль записи и посмотрим на таблицу всех статей. Видим, здесь выводится заголовок. Далее, кто создал данную статью, какой рубрике принадлежит, есть ли метки, здесь выводятся названия, если есть. Далее, присутствуют ли комментарии к данным статьям и когда была опубликована данная запись. Переходим в раздел «Страницы», кликаем по пиктограммке. Видим, здесь только вывод заголовка страницы. Данная страница создается по умолчанию после установки движка. Далее, здесь фиксируется автор. К страницам тоже можно подключать комментарии и дата публикации. То есть, мы здесь не видим уже ни рубрик, ни меток. С помощью данного типа статей обычно создаются такие страницы, как об авторе, контакты и другие статьи общего характера. Сейчас мы находимся в консоли страниц. При наведении на строку у нас появляются дополнительные ссылочки. Возможность изменить существующую страницу, просмотреть свойства, удалить и перейти в просмотр. Все то же самое, как и в консоли записи. Чтобы создать новую страницу, можно кликнуть «Добавить новую», перейти к пиктограммке страницы и нажать «Добавить новую». Либо выбрать данный пункт из горизонтальной панели. Добавить, выбираем страницу. Придумываем название. Я не буду создавать здесь новый текст, просто возьму его из своего блога. И давайте посмотрим, что еще здесь можно настроить. Блок публикации уже вам знаком. Ниже видим блок «Атрибуты страницы». Здесь можно присвоить родительскую страницу для той, что мы создаем. В данном случае у нас есть только одна страница. Ее можно определить как родительскую. Следующий атрибут – шаблон. В некоторых темах определенных страниц могут быть особые шаблоны с дополнительными функциями или другим дизайном. В данном случае здесь можно выбрать, как будет выводиться статья, базовый шаблон, шаблон без боковой колонки и шаблон главной страницы. Давайте перейдем на наш сайт. Вот вы можете создать страницу без боковых блоков, на всю ширину, то есть ее создать. Шаблон без боковой колонки. Следующее поле – порядок. Страницы обычно сортируются по алфавиту, но здесь можно задать свой собственный порядок. Просто введите число. Допустим, первая, вторая и так далее. Следующий блок – миниатюра записи. Это вам уже знакомо. С редактором мы полностью познакомились, никаких изменений для страниц здесь нет. Жмем «Опубликовать». Переходим на сайт и оцениваем результат. Просмотреть страницу. Итак, смотрите. Вот наша страница. Здесь появилась новая кнопочка об авторе. Так как данная тема вывозит страницы по умолчанию в горизонтальной панели. То есть все страницы, которые главная прописывается изначально в теме. Далее по умолчанию создается страница «Пример страницы» и следующая страница, которую мы с вами создали, об авторе. И видим, что здесь уже нету блоков никаких. Статья выводится на всю ширину. Заметьте, что в глобальных настройках мы открывали комментирование. Если вы не хотите, чтобы данную страницу можно было комментировать, допустим, это страница об авторе. Здесь абсолютно неактуально будет оставлять открытое комментирование. Заходим в административную панель. Переходим в раздел «Страницы». Заходим в «Свойства страницы» и снимаем чекбокс «Разрешить комментарии». Далее жмем «Обновить». Переходим в «Просмотр страницы». Прокручиваем вниз. Проверяем, что сейчас уже комментарии оставлять нельзя. На этом я урок завершаю. Создайте хотя бы 5 страниц и переходите в следующее видео. До встречи! Продолжение следует...